Первые сообщения о половоде поступили из Спасского района. Деревье Фатьяновка оказалось отрезанное от цивилизации. Движение по мосту через Аку около деревни временно прекращено. Далее в пресс-службу МЧС сообщили, что за сутки уровень воды в разных районах повышался. Потоплены мосты в Скопинском, Путятинском районах. Однако сейчас уровень воды пошел на спад. В Скопинском и Путятинском районах имеются объездные пути. В Сапожковском районе у деревни Красная Яблонька, Дмитриевка, населенного пункта Скид, Свято-Данилово монастыря спланирована работа лодочных переправ, которыми перевезено более 70 человек. На заседании комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций при правительстве региона рассказали о том, что из-за половодия в Рязанской области может затопить 25 населенных пунктов. В МЧС уже утвердили план действий на этот случай. Один миллион рублей выделили на мониторинг обстановки с воздуха. В целях контроля за ситуацией с прохождением весеннего половодия сотрудники Главного управления МЧС России по Рязанской области провели авиамониторинг Сапожковского, Сараевского, Путятинского и Шиловского районов. Во время авиамониторинга проблемных участков не выявлено, подтопление населенных пунктов не обнаружено. Отмечаю, что Главным управлением МЧС России по Рязанской области совместно с областным правительством и главами муниципальных образований проводится весь комплекс мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодия. И в целом половодие проходят в соответствии с предварительным прогнозом. Тем не менее, силы и средства регионального МЧС и других ведомств уточнены и готовы в любое время оказать помощь населению. Уровень Аки в районе областного центра пока остается на месте – 88 сантиметров. О том, как разливалась река в былые годы, люди теперь только вспоминают. Нет, вот я хожу каждый день, хожу до реки, вода куда-то исчезла. Были разливы, которые до сюда доходили? Помню. Как давно это было и насколько сильные бывали? Это давно уже было. Ну, когда последний разлив, не сейчас не вспомните? Лет 10, наверное. Я там вон живу, прям в подвал подходила. Вот тут на лодках ездили. Не, давно уже. Нет, ну, когда я был маленький, были разливы даже до торгового городка, весь торговый город разливало. Мы там еще на плотах плавали. Был сильным и затапливало вот все до торгового городка? Да, было. Заставили? Буквально несколько лет назад. А в последние годы припомните такие сильные разливы? Нет, я думаю, в этом году точно не будет. Был очень большой разлив, доходило до площади Свобода. Вся эта территория была под водичкой. Мы ездили на дачу, вот, в районе Добровичи дорога на Спаск была покрыта водичкой. И несмотря на то, что сегодня половодие кажется чем-то далеким и нереальным, последний раз вода доходила до торгового городка в 2018 году. Тогда же дорога до Заокского и Коростова была немного затоплена, а общественный транспорт жителям заменяли лодки. До этого АКА разливалась в 2013-м. В районе лесопарка в тот год можно было наблюдать людей, плавающих на резиновых лодках. Марина Комиссарова, Игорь Глотов, телекомпания «Город».